Доброе время суток, дамы и господа. Олимпийский дневник, выпуск номер два. Картина ТВ, вопросы и ответы. Я Юрий Тенман. Итак, начинаем сразу же. Что удалось выяснить со вчерашнего дня? Я обещал сказать, есть ли какая-то возможность смотреть Олимпийские игры с комментариями на русском языке. Да, есть изоляция, которую придумали в Москве. Изоляция российских зрителей от Олимпийских игр в Париже. Это полный провал. В современном мире сделать такую изоляцию невозможно. Я не знаю, чем думали, как думали, для чего это делали. Престижа стране это точно не добавит. Что касается болельщиков, ну, наказали своих, называется, в России. Тем не менее, в современном мире, где существует интернет, не найти трансляции Олимпийских игр, это, ну, просто глупо. Любой человек, чуть-чуть соображающий в компьютерах больше, чем в Государственной Думе, понимает, что это сделать очень легко. И, конечно, все смотрят Олимпийские игры, они уже становятся интересными, потому что начался футбольный турнир и очень хороший матч сегодня уже состоялся. Это Аргентина-Марокко, матч открытия. Я вам хочу сказать, что если вы не видели эту игру, не знаете счет, посмотрите, матч очень хороший. Итак, кто показывает, что удалось выяснить? На русском языке практически 2-4 часа в сутки Олимпиаду показывают каналы Евроспорт 1 и Евроспорт 2. Тот, кто имеет приставки, отлично знает, как эти каналы найти. К сожалению, на телевизорах без приставок эти каналы, скорее всего, будут недоступны. Но с приставками, пожалуйста, заходите, смотрите, вы прекрасно представляете, где это. Надо выйти в главное меню, нажимаете кнопку «Домик» или кнопку «Топ-меню», попадаете в это главное меню, и тогда вы в синем квадрате спокойно находите эти каналы. Еще раз, Евроспорт 1, Евроспорт 2. Что касается показа соревнований именно там, сегодня там идут трансляции регби-сем, это турнир олимпийский тоже, и практически все матчи будут показаны футбольного турнира. Сейчас я записываю этот ролик в тот момент, когда идет игра между Египтом и Доминиканской республикой, а в час дня начнется трансляция матча Украина-Ирак. Также я знаю, что там будет матч Испания с Узбекистаном, то есть есть что посмотреть. Что касается остальных каналов, как я вчера говорил, вы уже знаете, это каналы азербайджанские ITV и каналы из Латвии, Латвия-7. Но Латвия-7 будет показывать олимпиаду с трансляцией открытия, то есть только с завтрашнего дня. Что они будут показывать дальше, какие передачи попадут в сетку трансляции, мы увидим, и я в завтрашнем выпуске обязательно об этом расскажу. Ну а пока смотрим Олимпийские игры, болеем за своих картинок ТВ, вопросы и ответы. С вами Юрий Тенман. До новых встреч!